После того, как мы изобрели способ покраски под названием «Зимняя сказка», эта «Зимняя сказка» очень быстро наполнила весь рынок. Наши конкуренты быстренько нас скопировали, и «Зимняя сказка» стала появляться много где. Но на самом деле здесь интересный момент. Чтобы делать «Зимнюю сказку», как ее делаем мы, нужно пройти некий путь. Потому что начиная с 2017 года, как мы начали ее делать, мы постоянно ее совершенствовали и сталкивались с некими трудностями, с которыми наши конкуренты, которые начали еще год назад, они с ними сталкиваются, и 100% вы получите продукт худшего качества, чем это сделаем мы, зная все нюансы. Ну и, конечно, конкуренты нас смотрят, мы показываем, как мы что-то делаем, но всегда нюансы утаиваем. Некоторые нюансы остаются за кадром. Это было короткое вступление перед тем, как сегодня мы поговорим о винтажном стиле. В последнее время все чаще и чаще от заказчиков, от наших дизайнеров, от дизайнеров, приходящих к нам в офис, мы слышим винтажный стиль, винтаж и так далее. То есть под этот стиль мы все время предлагали тот вариант панелей, который мы называем «Зимняя сказка». Выглядит она следующим образом, вот так вот. Но на самом деле, на самом деле, все-таки винтажный стиль и «Зимняя сказка» они сильно отличаются. И мы совершенствовали «Зимнюю сказку» и пришли вот именно к технологии покраски в винтажном стиле. Слово «винтаж» производное от французского и в переводе значит «изысканное выдержанное вино». Применение к интерьеру дома – это тонкая смесь старины и современности. Все гармонично, все служит вашему уюту и комфорту. В качестве интерьерного стиля винтаж зародился в Америке в конце прошлого столетия. Колонисты были из Англии и Франции. И появление этого стиля они восприняли как глоток свежего воздуха. Тоски по родине. Сейчас этот стиль находится на пике популярности. И сдавать своих позиций не собирается. Элементы старинной роскоши в сочетании с современными решениями всегда будут на пике популярности. По сути, этот стиль близок к классицизму с вкраплениями ретро-стиля. Дома бывают разные. А некоторые выглядят как картинка из дорогого журнала. Они, безусловно, созданы дизайнерами, наполнены роскошной мебелью, картинами. Но все-таки они холодные, неуютные. Неживыми эти дома делают искусственные материалы. А ведь бывают дома с похожими интерьерами, но наполненные светом, уютом, самой жизнью. Дом, куда хочется приходить и жить. И отличие их в том самом главном, что отделаны они живым деревом, натуральными материалами. Именно дерево наполняет помещение жизнью и дом обретает свою душу. Природа нам дала отличный карт-бланш. Абсолютно не важно, какой сорт дерева выбрать. Очень удобно варьировать в ценовом диапазоне. Есть дерево на любой бюджет. Для того, чтобы сделать отделку в винтажном стиле, мы рекомендуем вам выбирать низкие сорта древесины. После покраски у нас в цехе панели абсолютно любого сорта будут выглядеть дорого и эксклюзивно. Смотрите. Это недорогая вагонка из ангарской сосны в сорте С. Посмотрите, черные сучки мы видим. Довольно крупные. А теперь посмотрите. Эта же самая панель после покраски нашей винтажной схемой. Обратите внимание. Это те же самые черные сучки, которые вы только что видели. Но посмотрите, как искусно они вписаны в полотно панели. Посмотрите, как это красиво. Вот здесь, особенно вот здесь стоит обратить, это огромный сучок. Знаете, как он выглядит в реальности? Сейчас я вам продемонстрирую. Посмотрите. Вот только что я вам показывал. Это вот такой вот огромный сучок. Из обычного низкого сорта мы делаем очень красивые вещи. Посмотрите. Вот это настоящий винтажный стиль. Это эволюции нашей зимней сказки. Той схемы покраски, о которой я вам рассказывал изначально. Как художнику, так и зрителю совсем не важен сорт холста. А важно то, что на нем написано. Ту красоту, которую творят наши маляры-декораторы. Здесь эти панели – это холст. А ваш дом – это полотно, законченное нашими мастерами. В чем разница между зимней сказкой, способом обработки древесины, и винтажной покраской, которая становится сейчас даже более популярной, чем зимняя сказка? В способе обработки. Здесь мы перед работой обязательно делаем брашировку, искусственное состаривание. Выскребаем волокна древесины, мягкие, оставляем твердые. Чем подчеркиваем, делаем вот такой вот контрастный рисунок? Здесь же другой способ производства, но его мы вам не расскажем. На самом деле, такой способ покраски гораздо ближе к настоящему винтажному стилю, чем классическая зимняя сказка. Она более похожа на состаренную краску, на как будто отслоенную краску, из-под которой проступает старый слой. То есть это выглядит гораздо эффектнее, красивее. Как вы понимаете, что при патинировании, что при создании винтажного стиля требуется особый подход мастера. Создание этих вещей сродни написанию картин. Так же, как холст, дерево грунтуется, подготавливается к покраске. Для такой работы недостаточно уметь держать в руках кисть или краскопульт. Здесь нужен талант, помноженный на опыт нескольких лет работы с деревом. Умение чувствовать в структуре, в текстуре древесины красоту, раскрыть ее может опытный маляр-декоратор. И такие в нашем цехе есть. И такие ребята делают вот такие вот красивые вещи. Это именно маляр-декоратор, умеющий видеть и чувствовать прекрасное. Как художник, шаг за шагом он создает такое прекрасное полотно. Это настолько круто, что мы теперь даже наличники так красим. После такой покраски даже сучки будут выглядеть элегантными украшениями на природной текстуре дерева. Каждый из них старательно обыгрывается материалами декорационной окраски, чтобы выделить естественную красоту природной составляющей дерева. Мы вам деликатно советуем воспользоваться услугами именно нашей компании по созданию этих изысканных интерьеров. Наша компания с удовольствием поможет вам в приобретении материалов. Обращайтесь! Сделаем все в лучшем виде!